всем всем привет дорогие друзья это у нас с вами ведьмак продолжаем прохождение я напомню что в прошлый раз прохождение ведьмака мы закончили но то что мы закрыли поселение перед везимой и нас кинули за решетку также освободили профессором продолжаем прохождение всем приятного просто катись че ты знаешь и не завтра мой бронена зачем ты здесь эльфа по глазу воздаюсь последними мгновениями своей жизни пытаюсь по крайней мере завтра меня повесят у меня есть просьба мне всегда нравились игры а юз позволил мне взять с собой кости если у тебя своих нет я готов одолжить мой набор понятно я думаю нет странно посадили в тюрьму золото не забрали фигня вообще выпало две двоечки сать поднимем все мы победили в этом раунде иду . звук оба аж 8 монет поздравляю три единички и две четвертой как хорошо значит поднимаем ставочку на полную монет действия игры 11 вы отребья король в своей милости простит того кто убьет как от рикса живущего в канализации а как насчет руки принцессы и половина царства в придачу остряк следи за языком ведьмак политические шутки тебя до добра не доведут я убью этого монстра слишком поздно у нас уже есть другой доброволец и как мне вас убедить что моя кандидатура лучше вон тот урод в углу утверждает что убьет как от рикса голыми руками урод какой этот здоровяк вы шутите ведьмак у меня в подземелье у всех равные права даже у дураков тебе нужна свобода сражайся за нее тот кто выиграет пойдет убивать как от рикса да как два пальца так 5 посадка сидит узники узники узник 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 поторопись него здесь и подходи я набью тебе морду а потом спорю брюхо этой ящерицы и стану наконец свободен что ж начнем ах ты ублюдок а Субтитры делал DimaTorzok С шеи, с горы Просто разлетается в разные стороны Как в индийских фильмах Ах ты собачий сын Если бы не твоя магия Ты бы ни за что меня не победил Я спас тебе жизнь С кокотриксами шутки плохи Хватит умничать В следующий раз тебе не победить Секундочку Продолжаем А, надо поговорить назад с ментом У меня же, да? Меч ведьмака? Где? Не твое дело Юз, принеси мне этот серебряный меч Тот, который мы нашли у скупщика Талера? Да, придурок, именно тот Я могу его взять? Возьмешь его у Юза Потом заберешь свои вещи из хранилища Если, конечно, у тебя будет Потом Ладно За голову монстра Плачу дополнительно Хорошо бы Не поврежденную Посмотрим, что я смогу сделать Так Меч надо нам взять Поздравляю Юз, давай мне меч Меч Серебряный Мой меч Где же он? Быстрее Много Амоль Да, есть Мы также конфисковали Пару эликсиров Я уверен, ты знаешь, как ими пользоваться Удачи тебе Как только выполнишь задание Забери свои вещи из хранилища за решеткой Обязательно А потом я найду профессора Глупо Профессор как заговоренный Его ничто не берет И он занимается мокрой работой Куда важнее тот, кто его контролирует Если хочешь сделать все правильно Разберись с боссом Хотя я сомневаюсь, что тебе это удастся Их главарь большая шишка У него есть вязы В смысле, у него есть связи? Если так, я его найду Ага Хе-хе-хе Только сначала тебе придется пережить встречу с какатриксом Смотри за моими вещами Я скоро вернусь И я хочу, чтобы все было на месте Канализация И так, сейчас посмотрим, что тут Ну, так себе Так, тут кого-то жрет Человека Какого-то доедает Это утопец Какой-то знак На решетке Возможно, это голым Какой-то синит О, какой дерзкий парень Так Так Что у нас У нас есть Круга Кошка Кошка, давайте выпьем Ну вот, сразу видом Опа Что-то у нас тут Спать Что-то за существо Что-то за существо Геральт Ведьмак Как ты уже заметил Рад знакомству Я слышал много похвал в адрес боевых умений ведьмаков Если ты не против, я бы прекратил болтовню У меня есть здесь работа, и я хочу сделать ее быстро Ты охотишься на какатрикса? Я здесь по той же причине Ну, любопытно Что ты знаешь о какатриксах? Какатриксы, также известные как скофины, это витернитазавров Они огромны, в два раза больше обычной крупной птицы Будучи связующим звеном между рептилией и птицей, они напоминают петухов Откуда их народное наименование? Да, какой-то знаток просто Любопытно Продолжай Какатриксов часто путают с василисками, но это два разных вида Вопреки общепринятому убеждению, взгляд какатрикса не превращает людей в камень Но нужно бояться его клюва Этим клювом он может разрывать жизненно важные органы врага с точностью хирурга Зачастую жертва погибает мгновенно, особенно если какатриксу удалось подкрасться сзади Что ты думаешь по поводу убийства этой твари? Какатрикс это опасный противник Тебе нужно быть отличным мечником Если у тебя нет серебряного меча, дело становится еще тяжелее Что еще? Как всегда нужно быть на страже Скофин любит нападать сзади Какие алхимические ингредиенты можно получить из какатрикса? Хотя его глаза не могут превращаться в камень Как экзамен просто Они довольно универсальный компонент и очень дорогой Я слыхал, что перья с его хвоста еще дороже Впечатляющие познания Признаю, что мои познания о чудовищах ограничиваются кокатриксами Мой покойный отец Эйк из Дэна следует упокоиться Он с миром оставил мне гравюру с этим зверем Было еще много гравюр, но все они погибли в животе у мантикоры Сохранился только образ Скофина Мои соболезнования Ты на мантикору охотился? Нет, я был в то время в отлучке Когда я вернулся, то узнал, что мой отец, несмотря на увечье, решил сразиться с мантикорой Он попросил привязать его к коню А затем с молитвой на устах атаковал чудовище Как ты понимаешь, там он и встретил свою трагическую кончину Когда я добрался до места их боя, чудовище мучилось от ужасной боли и было при смерти Мантикора не смогла извлечь моего отца из его доспеха и проглотила практически целиком Потом уже начали говорить, что священный пламень души Эйк изжег сердце зверя Воистину героическая смерть Да почиит он в мире Ты пришел за Кокатриксом Думаешь, сможешь убить его? Священное пламя осветит мой путь Что подтолкнуло Какой-то сектант, короче Чудовище розы спуститься в канализацию за чудовищем Эта тварь угрожает городу и потому должна быть уничтожена Орден уже давно сражается с чудовищами и довольно успешно, я бы сказал Делайте работу ведьмаков Честно говоря, вы ведьмаки реликт Сколько вас осталось? Пара, дюжина Вы нам не конкуренты К тому же Орден не взимает платы за то, что защищает людей от опасности Я так полагаю, что феи скинулись на ваши сверкающие доспехи и укрепленные замки У меня нет желания спорить Мы оба здесь Нет смысла ждать своей очереди, особенно если учесть, что утопцы тоже здесь Давай объединим силы Я жажду увидеть твои боевые навыки в действии Я уверяю тебя, меч ношу не для красоты Договорились, идем Веди ведьмак Лучше вдвоем чем бы знал Так Сразу, из ниоткуда По-моему, по книге, если я не ошибаюсь Ли... Ли цари белые розы Какой утопчик идет Забивай его, зипик Зипик молодец Все, все, нет никого Давайте меч спрячем Как всегда облутаем Все тут заберем Пригодится Трубчик, кстати И утопчик стоит Добродетель торжествует! Так, факел мы взяли, мы продадим Че, здесь никого нет? Бочка есть? Как бы вам сейчас были ходить, выгребать просто Так, вместо силы Так, вместо силы Так, вместо силы Пошли, зиквит Битю тут Зиквит Зиквит потуши факел, ты меня слик Так, куда нам быть? Так, куда нам быть? Давайте пойдем в ту сторону Привет, хлопцы Вот там горят факелы Значит, кто-то спускается сюда Их зажигает Просто так бы не горели Какой топец А, вот прилетел кто-то Они дерутся, мешатся Вот, постоим, покурим Че, все? Че, из тактики ведьмаков просто Шот выписан Какатрикс мертв Теперь давай выйдем на поверхность Не думаю, что я могу вернуться тем же путем, которым пришел Идем, я провожу тебя к выходу Ладно, хотя вся эта мерзость сильно пахнет Боннище просто Так, че это такое? Голова Какатрикса Перо Как это камушек Давай, Зиквид Давай, Зиквид Ходу, ходу, ходу Поторопись, у нас мало времени Давай, я же бегу за тобой Мы возле выхода Угадал Останки 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 золотая Погоняем Зикли, да Куда у нас видел А, вот эта решетка Даже Бой Дверь у меня за спиной ведет в город Здесь наши пути расходятся, но В чем дело? Странно, я слышу шаги Мало кто решится бродить здесь Ассасины Предассасины Что вам не везет Ни тут, ни в Ассасин Крит Твои друзья? Можно и так сказать Бандиты со знаком Саламандры беспокоят меня уже какое-то время Любопытно Кто мог знать, что ты будешь в канализации? Кто мог послать этих бандитов? Только капитан стражи, который арестовал меня Один надзиратель в тюрьме и другие заключенные Я убил Кокатрикса в обмен на свободу Думаю, если ты будешь искать предводителей этих бандитов То у тебя получится целый список подозреваемых Знаешь что? У меня в Везиме есть знакомый детектив Пойди к нему и расскажи свое дело Неплохая мысль Может, профессионалы сможет помочь А куда ты направляешься? У меня есть дела в обители Ордена Потом я отправлюсь на охоту на тварей Поскольку мир все еще полон чудовищ Ты отлично справился, Зигфред Рад нашему знакомству Убить чудовище было легко Ведь на моей стороне сражался бедьмак Конечно, ты же просто постоял Вот ключ от прохода, который ведет в город Несколько дней назад я запер дверь, чтобы Кокатрикс не сбежал Спасибо Я бы предпочел не возвращаться тем путем, которым пришел сюда Мы можем снова встретиться, если ты еще когда-нибудь спустишься в канализацию Иногда я сам прихожу сюда, в поисках чудовищ А, твоя священная миссия защиты рода человеческого Это излишний сарказм Мы на одной стороне, ведьмак Когда-нибудь ты это поймешь Увидимся, Зигфред И спасибо тебе Благодарю тебя Мы еще встретимся Если я тебе понадоблюсь, я буду в обители Ордена в Изиме Ну что, осмотрим город Заберем им свое оружие Бежим по городу, посмотрим Что да как Ну, если она здесь, мы найдем Такс Рельеф какой-то Всегда чуть надо положить Нож Это кто? Там, за углом Там кто-то есть Господи, наверное, опять эти чудовища Частный детектив, о котором упоминал Зигфрид Неплохо Он может быть полезен Надо же с чего-то начинать поиски Шерлок Холм Так, он говорит, за углом кто-то есть Там, за углом Там кто-то есть Где? Он, Зигфик стоит Спать хочу Геральт, рад тебя видеть Куда направляешься? На дамбу Прохода нет Капитан велел никого не пускать Почему? Приказ капитана, поговори с ним Господа, разве так обращаются с героями? Это же Геральт, ведьма Какой у него меч интересный Ужасного Кокатрикса Герой? Ааа, но другое дело Считайте, что он один из нас Ну, в таком случае проходите, милсдарь Геральт Сегодня в таверне мы выпьем Хе-хе За ваше здоровье Все по этому сходится Отслужил, заработал день В каналах меня ждал сюрприз Рыцарь пылающей розы С головы до пят Погруженный в вонючее месиво Я из принципа работаю один Но не мог упустить случай Увидеть рыцаря ордена в деле Конечно Должен признать, что для человека У него получилось неплохо Кроме того, он выразил благодарность Может, это за рождение дружбы? Так, пойдемте к детективу, наверное, зайдем сразу же Что-то ночь, нам где-нибудь поспать до утра И утром рассмотреть город Так, зашил детективу Сразу по шкафам Париж Нашка мецелонинку найдем Книжечка Давайте посмотрим Почитаем Вот Так вот, ты спишь дома где-то, грубо говоря Заходит ведьма какой-то лесосин Ножичком тебе херат, прирезал и все Сундучочек Сундучочек Не можем взять Тоже не можем О, какой шерлок фонт Я Геральт из Ривии Воин, равных которому нет Легенды опережают тебя Чем я могу помочь? Мне нужна информация Я пришел по правильному адресу Хороший вопрос Раньше я работал на адвокатов Кадрингера и Фенна Доволен? Эти имена мне ничего не говорят Но будем считать это за рекомендацию Ты профессионал Ты должен понимать, что у информации есть своя цена Я заплачу Внимательно тебя слушаю, белый волк Так, давайте сначала узнаем Расскажи мне, как это быть частным детективом Грязная работа в городе, где и так полно грязи и заговоров Большую часть времени я шпионю за купцами и богачами Которые изменяют своим женам Ты не представляешь, на что способны с виду обычные люди И не буду представлять Недавно я следил за Морденом, капитаном стражи Фольтеста Таким крутым мужиком Слышал о нем? Нет Я застукал его на конюшне с двумя молоденькими пажами Ты не поверишь Хватит с меня Внимательно тебя слушаю, белый волк Понятно же, и тяжко Меня интересуют люди со значками в виде саламандры Да, я знаю кое-что про этих ребят Но прежде чем я продолжу, мне хотелось бы знать, почему тебя интересует это дело Мне надо свести счеты Добро пожаловать, коллега Это будет стоить тебе сто аренов Вот золото Расскажи мне все, что знаешь о лидере Саламандр Я уже некоторое время работаю над делом Саламандр У меня есть кое-какая информация Продолжай Возглавляет их Азар Явед Зериканский колдун Он очень опасный противник Мне никак до него не добраться У него связи и ресурсы, позволяющие влиять на ситуацию в городе Знаю я про его способности Еще что-нибудь? Я думаю, они планируют какую-то масштабную операцию Возможно, политическую Золото им нужно лишь для того, чтобы смазывать колеса Они проводят генетические эксперименты, опасные У обычных головорезов нет необходимых знаний и средств для этого Кто работает на Яведа? Есть мысль? Капитан Стражи Человек, который закрыл расследование и пропадает где-то целыми ночами Может быть, тебе удастся вытащить из него информацию? Это все? Городская Стража задержала человека, у которого есть важная информация Стражники? Где? В тюрьме? Да, это наш шанс Найди способ допросить этого пленника А пока что узнаю у Стражников все, что сможешь Нет проблем Люди очень любят изливать мне душу Хм, эта информация может оказаться бесценной Удачи! Ты знаешь что-нибудь про пленного Саламандру? Возможно, один из лидеров Но в этом городе Стражники ловят мелюзгу Крупная рыба не попадает в их сети Точно мы будем знать, когда ты его допросишь Посмотрим Еще одно Кажется, за тобой следят Что предлагаешь? Пережди какое-то время здесь Пусть понервничают Удиви того, кто хочет удивить тебя Я уйду в полночь Понятно В полночь так в полночь Хотел до утра подождать Подождал Не мечей, не мечей Другой ход Что ж, неважно Полагаю, западня расставлена Конечно Займись делами в купеческом квартале Делом займется наш лучший агент Профессор это Лекс Получи Убивающий дат Прямо в сердце А, вот сейчас Пацан, ты что-то лучший такой? Сколько мяса И вот смотрите Ни один стражник не подошел Он ничего не помог просто Уроды просто какие Вон они стоят Им пофиг Срать, короче Потерянные проблемы Кто там, бедняк Бедная женщина Чё это по ночам Бедная женщина Тут шарится О, жизнь Кто там в темноте Дайте мне спокойно Дожить до утра Постальная звучка Наверное пропала Ладно, давайте побежим дальше Посмотрим, что тут есть Да чё, бедняк Куда это мы бежим Зигфрид Он тут зигфрид Где-то я его видел Но он исчез А вот Это зигфрид Геральт Я хотел спросить тебя Не хочешь ли ты вступить в Орден Ты не знаешь, есть здесь работа для Ведьмака Не имеешь в виду борьбу с чудовищами? Рыцари Ордена Пылающие Розы Прекрасно с этим справляются Однако Однако Недавние события в городе требуют нашего полного внимания Но обеспокоенные торговцы прислали нам прошение Чудовища нападают на лодочную станцию на болотах Похоже, подходящая работа для Ведьмака А кто за неё заплатит? Уж точно не Орден Расспроси об этом торговцев в Изиме Особенно тех, что побогаче Насколько мне известно Прошение было подписано местным богачом по имени Леуварда О, мы знаем его, мы его друга хоронили Благодарю, Зигфрид Я займусь этой проблемой Да Чё заплакали? О, дверь Корольная будка Орден Давайте что-нибудь сопрём Почему я отыгрываю какого-то варю? Орденский меч мы взобрали Всё просто выносим Скушаем бутерброд с курочкой Так, чё тут? Может что-то? В самом деле, надо находить книжки, лазь по всей кофе Где такое? О, рыцарь Ордена ещё Храмовые ворота Чё за рыцарь, давайте посмотрим Упоминал о тебе Чё сидеть, какой крутой Пикатин, всё О, пачагули Так, чё за привидение? Странный, говорит, моя жена шлюха За этими воротами меня ждут мёртвые, восставшие из мёртвых Так, вон, как смерть, косой на ворот Кладбищ, наверное, да? Чё-то Да, кладбище Так Какой-то призрак, какой-то призрак Так, это, наверное, эльфа вичат Какой-то призрак, он синенький, убить мы его не можем О, главарь бандитов Пойдём сюда, где главарь бандит? Невероятно Оказывается, даже в Бузине есть плохой район Неплохо Ну, кто такие? Ты заблудился? Кто здесь живёт? Кто тебя воспитывал? Тебя не учили, что нехорошо отвечать вопросом на вопрос Я могу спросить иначе О, наглости тебе не занимать Это дом могилы, и мы его охраняем Он нам не говорил, что ждёт мутанта, так что убирайся Местная банда это какая-то, как я понял Бандит, разбойник Чё за уйдет? О, напали на кого-то Горячие бёдра О, это этот, наверное Бордель, типа Да может профессионал Странная морда О, чувака убили Заберем 4 монетки О, доска бьюли О, это таверня туда Да Итак Контракт на волков Раз Выкидываем Контракт на хеопсов Контракт на хеопсов Это, по-моему, эти сорняки Контракт на ольгули Ну, это понятно Это мертвые Собак Плавонов Ну, плавоны, это они в воде Это, наверное, как утоп Так Посмотрим, что тут таверня Есть интересненького Да Бандит, 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 бандит Путешественник Путешественник Идём поговорим с путешественниками Мне уже пора идти Так Привет, Седой Хочешь есть? Классный наряд Или ты по-другому делу пришёл? Зачем же ещё? Ну, у нас там есть очень удобная кровать Что будем заказывать? Я сплю сидит Что тут интересного в округе происходит? Немногое Некоторые парни дерутся между собой Остальные ставят на победителя Иногда колотят посетителей В общем, скучно Нормально пришёл, типа бомбардин Давай проверим твою кровать Хм, да я пошатила Мой парень мне голову открутит, если я с тобой пойду А у тебя что отвертит, я даже представить себе боюсь Чё? Может, всё-таки рискнём Нет, он меня так поколотил недавно Что я зуб на пол выплюнула Блин, жалкая женщина Парень мудак какой-то Парень мудак какой-то Парень мудак какой-то Так, мне водки надо купить Для эликсиров Так, подними немножечко бабла Что? А ты, похоже, умеешь драться на кулаках В своё время одержал немало побед А что? Я победил толстого Фреда Теперь ещё у себя другого противника У тебя что, проблемы со всеми толстыми людьми? Маленький Джонни Да, проблемы у меня Надеюсь, ты не слишком привязан к своим зубам Потому что ты только что разозлил масляного боба Масляный боб, толстый Фред Какова ставка? 75 аренов Давай больше Я буду участвовать Давай бобы неси Давай бобы неси Страсть, как хочется врезать кому-нибудь Кровяпа какая Вся комната в крови Да он, краснолюб, спит Кому бы тут заехать, как свера Вот он, спит Ух ты, что случилось? У меня в глазах двоится Чё маслянистый боб? Я бы играл, плати Бери, что пожелаешь Две бутылки настоя мандрагоры Золотое ожерелье Или 150 аренов Давай ожерелье Я выбираю ожерелье Подарим бобёнки, поконим Пожалуйста Дай мне поспать Хочешь в драку? Очень жаль Мы дерёмся за деньги Давай 50 давай Не пойдёт Хочешь? У него нету, наверное Не пойдёт Хочешь в драку? Давай Десятый Я тебя посмотрю Дерёшься, как баба Дерёшься, как баба Дерёшься, как баба Дерёшься Без тебя В трёх Загу Что? Можешь в драку? Твоя Взяла Чужак Забирай Так Тут есть кулачный боец Это Сильный Кулачный Приветствую тебя Беленький Есть деньги? Будешь драться? какой на морде наш какой ты сволочь какая просто будет интересная драка гад по местам сжигатор вот и сундуки надо обшарить у кровь пошла на стену на полносунду без вертухи упал неплохо не стыдно проиграть беловолосому конечно же ленина сейчас он вообще обшарит так сильный кулач на маслянистый боб сильно-сильно все это короче никому бандит бандит официантками трактичку надо идти тактичка шарить и куфиниш ну кто тут у нас меч на спине белые волосы дай подумать что из цирка сбежал ты рассмешил меня до слез может у тебя тоже цирковой опыт ого острый язык но добрый человек чего тебе достать а что это заставки местные развлекаются двое парней дерутся а мы ставим на победителя и что эти психи с того получают деньги конечно зрители выигрывают веселятся а парни пар выпускают а если что-то пойдет не так собачкам будет что покушать все в прибытке собак кормить так у нас тут было метеориточка 1 на так значки мы положим сюда метеориточка пусть остает ехать 5 давайте поспи на самом деле потому что час ночи полученного и таланта такс у нас три бронзы наш появился либо не прокачаем да все у нас нет больше того качали серебряный меч немножко чёрт прощай мой игрок есть я уважаю тех кто любит рисковать рискнем по минималочке вилка прикольно мне так нравится поднимем давай надо чтобы я ничего полонул есть не знаю как называется сейчас узнаю называется черт его знает ну какая комбинация смыть 1 2 3 4 5 это выглядит малость трейд называются и как игра позволяет сводить концы с концами так нам надо идти к стражнику с кем играть и где где стоит играть если твой кошелек полон тогда в богатых кварталах тут тебя скорее зарежут чем дадут унести приличный выигрыш прощайте мне пора так какой то я зон варда появился но и слюкси геральт сколько лет сколько зим привет привет я ушам своим не поверил когда золтан рассказал мне о твоем возвращении это же я и зон беженцы во время войны ты золтан и я помогали им ну вспоминай это по книжке наверное когда понос был утрит наверное эти красноледы как жизнь жаловаться не на что у меня отличная спокойная работа я вышибала такая уж спокойная посетители предпочитают улаживать споры сами местечко тихая ведь даже птицы никогда не срут в собственных гнездах а в кости здесь кто-нибудь играет не хочу хвастать но я сам профессиональный игрок не желаешь сыграть посмотрим насколько правдивы слухи о тебе в любое время хоть сейчас давай-давай-давай по минималке три единички нормально по моему три единички лучше чем две пары ой я 60 ой чё я сделал да маханулся немножко ну ладно а мы выиграем четыре единички это круто ооо он выиграет две шестерки выпало 140 монет просто на изи потеряли 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3 единицы ааа у меня пара ё-моё ой ё-ё-ё я не досмотрел сейчас не будет единицы или тройки мы проиграли все мы проиграли да или 160 монет по-моему да да 140 идем еще раз как дела аааа потеряли бабки две одна пара у нас 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 5 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 Решающий раунд. Две пары. И у него две пары. Если сейчас единица или шестерка будет, мы можем выбрать. Ах, не повезло. Черт. Я стопудову не в шестерку. Да, он выиграл. Что-то нам не везет. Давайте третий раз попробуем. Если не поведет, мы его на это уйдем, короче. Потому что что-то вообще по деньгам. Просадка такая. Так, две пары у нас. Две тройки, две четверки. У него фулл хаос. Ну, фулл хаос не переплюнем никак. Хотя, давайте попробуем. Я не думаю, что он будет даже кидать что-то, потому что... Да, мы проиграли. Упся. Ладненько, ладненько. Две четверки у него. Не могу потерять все деньги сейчас, потому что нам понадобятся. Еще надо заплатить Шевелку Хоумс. Две пары у нас. Блин, у него деньги. Мы проиграли три раза подряд. Очень жаль, но да ладно. Потом вернемся, я думаю. Ну, пока не повезло. Так, это хорошо. Ищешь приключения? Проститутка, привет. Кармен. Кармен. Хочешь немного расслабиться, красавчик? Не дочка ли это, преподобного? Но это уже от тебя зависит. Я открыта для предложений. Давай-ка поболтаем. Хорошо. Начнем с разговора. Но я рассчитываю на большее. Удивительно. О любви мы знаем немного. Любовь, что груша. Она сладкая и имеет определенную форму. Но попробуйте дать определение формы груши. Я не поэт, но я узнаю грушу, если увижу. Ты просто очарователен. Если так пойдет и дальше, мне захочется попробовать этого фрукта. Конечно. Есть работа для ведьмака? Да. Есть парни, которые создают проблемы моим девочкам. Разберись с ними, и мы тебя наградим. Щедро. Конечно. Проститутки наградят. Я посмотрю, что я могу сделать. Где я могу найти этих парней? Я знаю три места, куда они часто заходят по ночам. Отметь их на моей карте. Рада тебя видеть. В Изиме работает много таких, как ты? Очень много. Но я самая красивая. Без сомнения. Рада тебя видеть. Сыграем с ней. Так, мне надо помочь коим-то проституткам, которые попали в виду. Сейчас работа для ведьмака. Да. Две пары. Ну как всегда мы. Мы везучие просто в этой игре. Давай, щас тут деньги проиграем. Проиграем проститутки просто. Додевать будем натуры. Пятерка. Ну конечно. Ну конечно. Клуб сомневался. Не буду ничего перебросать. Давай так. Надо отыгрывать с конца концов. Опа. Решающий раунд. Ну такой себе конечно. А не хороший раунд. Давай четверочка нужна. Минимум одна. Проиграли. И проститутки проиграли. Ох. Пойдем дальше. Короче. Чуть не наш день. Всем проиграли. Проститутки проиграли. Ладно. Пойдем заберем наши вещи. Такого оружиеник стоит. Давайте поговорим с оружиеником. Ну какие песни. Зигфрид. Это тот рыцарь из канализации. Будь я проклят. Это ты. Как отрик стревожил. У нас уже некоторое время. Я слышал бой был трудным. Ничего особенного. Молодая особь. Быстро погиб. Что у тебя за дело. Могу я купить у тебя что-нибудь? Конечно. Друзьям Зигфрида мы всегда рады. Если хочешь что-то купить поговори с моим подмастерьем. А я занимаюсь перековкой оружия и особыми заказами. Перековкой. Ага. Подмастерье того. Приветствуй подмастерье. Сударь я пол подможно. Как. Как пожелаете. Броня. 5000. Так. Понятно. Короче. Куда нам надо. Деньги пармить. Нам нужна броня. Мне нужна броня. А я все просрал. Ну да. Это же я. Ладно. Бежим дальше. Поворот. Лечебница лебеды. Сюда привозят всех жертв чумы Катриона. После этого им дорога только в старую зиму. По-моему в этой лечебнице умерла глазок. Помните такая девушка была в произведении. Ее лютик на руках вынес на время чумы погибла. Пароход воспрещен. Я иду внутрь. Внутри заразные больные. Я тебе не позволю разносить чуму. Смотри на мое кольцо преподобного. А у меня же выкатерисковали. Жесть. Лыша же. Так. Садовник. Больничный сад требует особой заботы. Кажется тебе нравится. То что ты делаешь. Нравится. Я люблю растения и хорошо их знаю. Но жизнь я провел в кровопролитии. Вот теперь у меня появился шанс на мир и покой. Кровопролитие? Нечем тут гордиться. Но я за спиной проходил. Надо было как-то на жизнь зарабатывать. Только теперь уже это все позади. И я рад этому. Расскажи мне о своей жизни. Он золотом на спину ходит. С удовольствием. Но я очень проголодался. Принеси мне чего-нибудь перекусить и мы поговорим. Я вроде все выкинул. Проваливай. Я не попрошайка. О, золотом. 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 Ба! Кого я вижу? Ведьмак! Золотом хивай собственной бородатой персоной. Рад тебя видеть. Тебе таки удалось пробраться в город, Геральд. Отлично. В Изиме всегда полно работы для ведьмака. А ты, Золотом, как ты сюда попал? Мерзкие нелюди всегда найдут способ пробраться в дома людей, нарушить их покой, насыпать песку в жернова на мельницах и в шестерне на фабриках. Хватит язвить. Послушай, Золотом, я хотел кое о чем поговорить с тобой. Говори, что у тебя на уме? Я выиграл уже несколько партий. Поздравляю с потерей невинности. Теперь ты можешь играть в настоящую игру. Настоящий проститутка бы играл. Там же, где и прочие незаконные развлечения. В окрестностях Кудлатова Мишки. А это интересно. Не удивляйся, если кто-то откажется с тобой играть. Важные персоны играют только с профессионалами. А как можно стать профессионалом? Выиграй четыре профессиональных игры и тебя с радостью примут за каждым столом. Мне надо выиграть у четырех профессионалов. Пустики. Ну, конечно, да. Пустики. Говори, что у тебя на уме? Ну, как у тебя дела? А ты никогда не думал о том, чтобы жениться, Гера? Понимаешь, Золотом. Моя профессия вряд ли может способствовать счастливой семейной жизни. Бесплодие, постоянный риск, отсутствие дома. Мало какая женщина согласится на такую жизнь. А вот меня, видишь ли, одолевают сомнения. Продолжай. Не знаю. Мы с ней давно не виделись, и я начинаю уже ревновать. Всем ведь известно, насколько привлекательны краснолеты. Понимаю, Золотом. Предлагаю напиться. А если это не поможет... Ты что, смеешься надо мной? Как я смею? Хорошо. Потому что ничего смешного здесь нет. Есть пара минут. Я хотел поговорить. С Золотом можно поиграть. Предупреждаю сразу. Разговор будет философским. Понятно. Смысл жизни и все такое прочее. Ну что ж, говори. Зло, с которым борются ведьмаки, происходит из действий хаоса, рассчитанных на то, чтобы нарушать порядок. Ибо там, где распространяется зло, порядок установить невозможно. И вместо луча мудрости, искры надежды и костра тепла везде правит тьма. А во тьме нет ничего. Только кровь, клыки и когти. Как в предместье. Неплохо сказано, ведьмак. Но, как сказала молоденькая Кера королю Вреданку при их первом свидании, не дурная штучка, но есть ли у нее какое-то практическое применение? Суть существования и оправдание существования ведьмаков поколеблены, поскольку борьба добра со злом теперь идет на другом поле боя и ведется совершенно иначе. Зло перестало быть хаотичным, перестало быть слепой и стихийной силой. Сегодня зло действует по праву закона, ибо у него теперь есть права. Оно действует в соответствии с заключенными договорами. Это и называется прогресс, Геральт. Население растет, увеличивается продолжительность жизни. Теперь мы можем отгородиться высокими стенами и убивать друг друга тысячи. Прогресс на вроде стада свиней. Дело выгодное. Есть тролльки, есть слонина, есть холодец с хреном. В общем, есть удобство. И нечего нос воротить, потому мол, что всюду насрано. Насрано там или не насрано. Но ведьмаки существуют для того, чтобы убивать чудовищ. Как я могу это делать, если настоящие чудовища, по сравнению с которыми даже дракон выглядит невинным щенком, бродят по миру, скрываясь за идеалами, верой или законом. Послушай, самое большое зло в этом мире, а заодно и самая большая куча дерьма, это относительность морали. Она убила больше народу, чем чума Катриона, и все драконы вместе взяты. А ведьмаки будут нужны всегда и везде, независимо от того, куда приведет нас наше стадо свиней. Как говорил старик-король Дезмот, глядя в свой наполненный ночной горшок, умом все это не объять. Понятно. Спасибо, Золтан. Кажется, я тебе помню. Ну, в общем, ситуацию они обговорили. Довольно понятно. Что такое? Вот это яму, там трупов сжигают здесь, понятно. Которые погибшие. Говори, что у тебя? В общем, они поговорили, с этого можно сказать, ничего в мире не поменялось. Ничего они говорили, это же сейчас у нас актуально. Так, давай с ним попробуем сыграть. Может мы выиграем хоть у кого-нибудь сегодня, может нет. Две пары у нас. Четверый. Две пары, не знаю, сейчас у него тройка будет, мы проиграли. Следующий рам. Шестерка, шестерка. Одна пара у нас. У него. У него две. Так, мне надо шестерку. Шестерочку дайте мне. Пожалуйста, шестерочку, шестерочку. Шестерочку, шестерку. У него тоже не очень. Шестерочку, шестерку. Две пары. Так, если у него сейчас не будет единички, может мы и выиграем. Единичку мы проиграли. Да, господа, это не наш. Ладно, так, куда мы тут зашли. Так, это что, это девочки в опасность, девочки в опасности. Барри Гертальнер. О, темница. Темница, темница, темница. О, он в зеронике стоит, Винсент. А тут тренирует стражу. Винсент. Король тебя, конечно, отпустил. Но соблюдать карантин тебе все равно придется. Что ты хочешь этим сказать? Тебе нельзя выходить из храмового квартала. Это серьезно? Хочешь убедиться? С вас, ведьмаков, нельзя спускать глаз. А я не так давно слышал что-то про равенство и братство. Наверное, придется переучиваться. Да, ведьмак. Сейчас мы у меня все выведем. Терпение, ведьмак. Сегодня вечером ты все узнаешь. Я могу чем-то помочь? Держись подальше от склада в трущевах. Дело щекотливое, и твой меч там ни к чему. Пока еще. Склад? Ты ведь не отправишься туда в одиночку. Это секретная операция. Как я туда должен отправиться? Со штурмовым отрядом, закованным в латы? И гарниста вперед пустить? Успокойся. Я ведь в этом деле не новичок. У меня всегда припрятана пара трюков на всякий случай. Не сомневаюсь. Что ты хочешь сказать? Не важно. Отдохни сегодня. Насладись своей свободой. А завтра я, может быть, подам тебе на блюдечке яйца Еведа. Как все хотят помогать мне просто. Может быть, и есть. А тебе какое дело, ведьмак? Я бы хотел... Информации ты не получишь. Не смей подходить ко мне и к моим людям. Я могу доказать, что убил какатрикса. Впечатляет. Награда за него составляет 400 аренов. Нормально вообще. Ты их заслужил. Парочку квеста, если только дадут, значит все. Вперед. В твои задачи входит. Можно заработать на новую группу. Да, но я бы не стал тратить на это своих людей. Я заплачу каждому, кто убьет чудище. Приноси подтверждение и все. За каких монстров больше всего платят? У меня в бюджете есть деньги на награду за какатрикса в каналах и за хищное растение, убивающее людей на болотах. На болото нам надо. Давайте еще поговорим. Ты убил трех... Верно. Ты получишь особую награду. Этот рунный камень. Троих мы убили, значит две. Два возле Вазимы и одного здесь. Так, понятно. Теперь мы идем к Юзу. Нам надо у Юза забрать наши вещи. Юз использовать. Ну, какой-то Юз он странный чувак, конечно. Так-так, ты убил какатрикса. Именем короля Фольтеста я объявляю тебе помилование. Наконец-то закончится этот маразм. Забирай свои вещи, пока я их не продал. И не забудь о награде за голову какатрикса. Винсент целыми днями ждет такие трофеи. Тишина. Наконец-то я смогу отдохнуть. Давай, ведьмак. Забирай свои манатки. А я пока посмотрю, что мы тут конфисковали. Хм... Очень неплохой товар. Странно. Так, хранилище тут на шмоте, похоже. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Я что, забрать я не могу? Так. Стоп, ребят, давайте что-то думать. Все мы забрать не можем. Это что, бутылка с водой давайте не объединить. Не хочешь? Так, бутылки с водой мы выкладываем на... А, мы не можем выложить. Так, подождите. Я типа думаю немножко. Ммм... Надо бежать, значит. В таверну разгрузиться, прийти опять забрать все. В жопу. Как ведьмач и вещь. Вреждение минус 10. Значит мы это продадим, вот это продадим. Кольцо. Вот мы можем сюда поставить. Унести. Да, надо, значит, вернуться, прибежать сюда. Забрать вещи. Ладно. Стоп, у меня же было красный метеорит. Где я ее делал? Я ее там. У меня еще одна красная метеоритка. 2000 м... Ух ты. Так, подожди. Давайте мы сейчас бегаем. Там грузимся. Что-нибудь. Вернемся сюда назад. Как раз мечеть продадим. Блин, мне конечно вот очень нравится эта игра. Но очень жалко меня вот женщин здесь. Их получается лупят как дурные. Их убивают зубы. Они ничего сделать не могут. Ну просто как товар, грубо говоря. Так. Давайте мы продадим меч. Су можно как? Конечно продадим. Конечно продадим. Пламы. Ты это... Чё это такое? Временно наполняет клинокс. Нафига нам не надо. Этилитра тоже туда за... Это общество сделано. Какие просетники ставить хорошие. Так. Общество сделано. Сделано. Нам надо разбудиться. Разбудиться мы можем только тут. Я ему книжки отдам. Кольца отдам. Кольца отдам. Так. Кольцо. Значит. Само цветы. Книги вот эти вот. Книги потом продать надо на самом то деле. Эээээм. Масло. буду это вот не знаю нафига нами на венничка пусть будет а сейчас я все продам так детки есть барышня барышня милый чтобы пищи продать арбузь да я купил значит курицу по часам продание в принципе очистили я думаю булочка пусть будет продадим черни так пойдем значит поиграть ни с кем не будем и заберем наши вещи нам еще надо было какой-то сверток передать к нам-то кирпичу если не ошибаюсь чем к могиле на такому затем точно играет шахмат и кости шахматы да играют элитные люди так чистильщиков вот к нему да ну сейчас подойдем так сейчас заберем наши вещи покормим давайте по дороге пока этого садовника мистер смотри счастлив это туда-то вообще вне смат это нажал расскажет сюда опахова вкусно то конечно уже делительное как можно проголодаться от честного труда спасибо тебе ведьмак и говорил ну да во время войны я служил наемником в отряде самой сладкой ветреницы слыхал небось какая была боевая какая была баба с характером женщина понимаю точно что с характером мы кому угодно могли хвост надрать я в отряде кондотьеров сладкой ветреницы полмира обошел были даже в зериканье деликанье это типа африка самое пекло жарко как в печи и влажно как в бане мы убивали местных а зериканье убивала нас у них там мухи есть которые прямо у тебя в носу ночью яйца откладывают а потом личинки съедают твой мозг и вылезают через глаза когда становятся взрослым чужими отвратительно многие от этого умерли а еще болезни ядовитые пауки и змеи и еще черт знает что даже назвать как не знаю я видал даже полосатую лошадь мы восемь месяцев дрались с джунглями прежде чем отступить невозможно победить когда врага не найти это было единственное поражение сладкие ветреницы интересная история спасибо смотри как они красиво растут попытаемся счастья садовника ты не боишься чумы мой сад приносит радость тем чей конец близок когда милители решит что мой час пришел я уйду с радостью счастливы оставаться сейчас приду и там фигас нет так и все забрал ситок фильм душа призрака ласточку сюда принципе все чинами за расскажет какая не твои я почему профессор освободить член наркоман как саламандру то и бухать у него могущественные друзья пусть это будет для тебя предупреждением ведьмак не доставай тех у кого больше власти чем у тебя ты считаешь мне стоит походить на городских стражников выпускать преступников каждый раз когда какой-нибудь влиятельный придурок достанет кошелек из кармана замолчи ты все еще под наблюдением кроме того это было совершенно законно кто-то внес за него залог и кто же этот неизвестный благодетель не знаю деньги перевели из краснолюцкого банка вивальди проследить невозможно хватит у меня и так могут быть серьезные неприятности из-за этих разговоров ты простужен ты ничего не знаешь о жизни можно употреблять разными способами говорят лучший это отвернуть кожу где там где можно отвернуть кожу именно там но если будешь покупать фиштех вы кирпича в кудлатом мишке не говоришь на это я тебя лично которому номер сверток у меня есть пара вопросов спрашивай а ты знаешь что-нибудь о саламандре которого поймали даже если бы и знал зачем мне говорить об этом тебе капитан с меня голову снимет может быть мне удастся тебя убедить может порошок поможет порошок найти надо найти порошок перенести сюда на преступность на взлете что за антиквар в чем дело а книги продают о хорош я не часто встречаю ведьмаков но ведь не пялюсь взгляни на мои книги не пожалеешь прощай и типа рыночек такой за доска объявлений метра горит равны хотел бы встретить того болвана который связал сбрасывание змеиной кожи с возрождением и потом с медициной быстрее не стричь на дорога идет это закупку представляешь что натворил в этом районе обитает говорит о чем роман нужно поговорить банки вивальди теперь не имеет к нему отношения только имя его в названии осталось почему банка теперь новые владельцы это многое объясняет пока так вот поговорим в банке варди нам понятно ночью мы должны господин приветствую кто-то к вашим услугам если нужно стереть эту гадость сапог чего 2 арена первый раз в зиме можно сказать и так расскажи мне про город у нас тут есть серьезные проблемы из-за чумы ввели карантин леса и болота кишат белками которые сражаются с орденом монстры плодятся сотнями а мы в свою очередь боремся с обыкновенными и не слишком обыкновенными бандитами в общем как пел один бард вы зима как горящий бордель и сколько все к информации но этот у нас или получится только расскажи мне про чуму чума заставила короля ввести карантин который для купцов даже хуже чем чума старый вы зиме разразилась чума ворота закрыли тщательно охраняют несчастью в нашем районе люди все равно болеют их отвозят в лечебницу лебеды давайте все узнаем меня интересуют необычные бандиты есть одна странность они ведут себя как спецназ хотя с темирянской разведкой они не связаны действуют они жестоко но эффективно работают как правило по ночам зачем они здесь непонятно так значит дождаться ночи поискать расскажи побольше про белок и орден скаята или ведут партизанскую войну в лесах за городом орден пылающей розы заменил войска особого назначения хотя я думаю рыцари менее эффективны что еще хуже ненависть к нелюдям с каждым днем все сильнее не надо быть прорицателем чтобы понять что скоро что-то случится что-то очень плохое я ведьмак и мне нужна работа и работу ты себе найдешь без проблем спроси у купцов еще я слышал на кладбище что-то не так а в канализации суть по всему ты уже был что здесь стоит посмотреть у нас есть купцы алхимик большая лечебница все алхимика до калькштейн наверно он же говорил что он живет в безиме то что ему сходят говоришь ты не как чистильщик у каждого есть скелет в шкафу моя история вряд ли тебе будет интересно давай перейдем к твоим башмакам я и без того достаточно тебе наскучил много прохожих потом значит не поговорим так он сказал на кладбище давайте пойдем в сторону кладбища и мне надо будет надо будет в тавернику в общем такая задача сейчас пойдем в кладбище посмотрим что там нам скажут потом нам надо в тавернику вот и мишка найти там кого-то кирпича купить у него наркоты короче делаем про у могильщик появился а духа нету кстати еще собак нам надо убить городить о клиент что желаете сосна дуб или может быть небольшой красивый курган целый склеп прикинем на глаз локтей 5 шириной о чем это ты а зачем еще ты бы пришел к гробовщику не мало кожи покупать вот я и спрашиваю кого хороним какой размер не бойся цены у меня не кусаются понятно нам гроб не нужен мне гроб черт побери я тут по другой причине не видишь что я занят и кроме того всем нужен гроб кому раньше кому позже лучше все спланировать заранее чего изволите почему кладбище закрыто потому что мертвые вылезают из своих нор и отказываются покоиться с миром пошутил я не бойся они остаются в могилах пока светит солнце но кто-нибудь должен навести порядок даже здесь по вечерам небезопасно в конце концов пообещают какую-то награду но пока что это никого не волнует расскажи мне о чем-нибудь другом что чем еды дать водку может что может быть дальше хорошо на сундук мертвеца я и бутылка ром надо их спаивать вряд ли ты мне расскажешь что-нибудь интересное что чего вам надо давай ему еще надо хорошо но сунду вряд ли что ммм ничего он нам не говорит нам наверное надо сделать задание которое он дал а что за задание подождите-ка я не помню что хорошо но сон вряд ли что я да я так понял что тебе нужны прежде всего я хочу чтобы ты прощай в общем понятно мне надо убить этих собак как их я не может ночью превращаются в баргестов так же посмотрим значит ночью у нас надо убить собак ночью надо убить этих как называют прийти в склады какие он дверь на склад кстати это значит сюда и ночью нам надо еще гопнуть гопнуть кого я забыл а еще разобраться с ассасинами и помочь карман вот она стоит карман по моему это дочь нам обе гейл говорила про дочь преподобного которая пошла работать проституткой в зиму это скорее всего надо так о кирпич 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 а привет привет ты смотри кто тут пришел ты кто такой зовут меня кирпич чем ты занимаешься я торгую всем понемногу путешествую туда сюда куда например ну недавно на болото но тебе то какая разница просто интересно хочешь чего-нибудь купить хочешь нанять ведьмака нет а что хотя раз уж ты чтоб наш какой-то сверток давали вроде есть тут кое-что дом с привидениями там правда работа больше для экзорсиста а не для ведьмака привидения сомневаюсь меня интересует результат стулья должны стоять на месте двери не должны открываться сами по себе а кастрюли должны оставаться на стенах берешься навести там порядок в общем наберем сейчас квестов и за эти квесты купим я займусь на себе новую это прекрасно ты не пожалеешь дом расположен прямо рядом с входом в канализацию возле ворот ведущих дамбе хотя стекольщик лучше справился бы со сквозняками и и и видел когда-нибудь знак саламандры так оставь меня в покое но отвали и так понятно вот падла юз забрал меня вещи так красный метеорит у нас есть используя двух и более кусков одного цвета можно ждать дополнительно лучше и синий у нас вот есть это хорошо все сюда положим это что для гринка корейского масла прорези буронина противника подач мы это заберем белый мед да в принципе все на подождем тогда вечером 11 утра сейчас или давайте еще раз попробуем сыграть этим так пропонтику ну давай присоединяйся а возможно все зависит от того с кем пить и что я не просто заболдыга я ярно житопей напиток тоже особенный а это тимирийская пшеничная водка запасы можно выпить например иногда мы давайте пиво пить потом вадим сумку буронина с буронин ну погоди дам 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 к дам см дам 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 Уже все плывет перед глазами. Так, еле идем, еле идем, как-то идем. Давайте попробуем сыграть еще разочек. Ахреново, выиграть все не могу. Так, пара у нас есть. У него две пары. Ладно. Может нам повезет, троечку мы выбили. Может не повезет, кто знает. Сейчас узнаем. Троечка есть, нам повезло. Главное, чтобы он не выбил ничего. Блин! Не, он завязывает нам. Не везет нам в этот раз. Так, три шестерки у нас. Две пары. А у нас получше как-то ситуация. Я не думаю, что сейчас нам повезет. Или шестерка. Мне повезло, это у нас так называет. Трид или флэш какой-нибудь, что-то такое. Один-один сейчас у нас. Так. Две троечки у нас и две единички. У него что? У него две пары и у нас две пары. У него пятерки и четерки. Короче, нам надо сейчас выбить либо единичку или троечку. Или мы проиграли. Да. Не повезло. Так, мы идем. Как-то он бандит сидит. Нам надо проспаться яду. У него. А этоань. Эксперс интересный истер. Именно я не знаю. О, нет, prue баба чего кричать купе на улице много чёрт ехать 5 получи новые таланты что у нас за талант 3 довольно сильно скачен кстати меч не вкачивать здесь точно дар 10 повреждения вкачаем ты часочек у нас дам будет сейчас проспимся сам принял чувство быстро помедитировав нет смотрите-ка не прошло могила что тебе нужно выродок будет на теку и ты забыл с кем говоришь мне достаточно крикнуть и ты не успеешь посчитать до трех как тут будет дюжина молодцов которые сделают из твоей задницы большой каньон успеешь посчитать до трех как будешь трупом ну надо же а волчонок умеет рычать может он еще кусается у меня тут одно мокрое дельце намечается подсобишь я подумаю расслабься это был риторический вопрос я слышал как ты разобрался с ребятами профессора и братьями мишеле я отвечу на твои вопросы в знак добрый воли чем ты занимаешься ха 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 король подполье в шлюхи воры убийцы все они подчиняются мне приходи и ты если вдруг понадобится работа как дела старая шлюха родила пошел прочь мутант хочешь чего-нибудь купить что ты продаешь с луны упал не следовало догадаться своим друзьям я продаю и другие товары но ты мне не друг не верно ниш хочешь чего-нибудь купить не просыхает в ад просто не просыхает город пришел всем проиграл в кости терять горя решил забухать а почему не по водке осталось а три водки меня есть на всякий случай пиво пригодится думаю тебе уже хватит думает так пойдем опять фишку практичка нас бабки поднимает а мы еле ходим так я думаю на этом хватит спасибо всем ребята кто был с нами мы продолжим следующий раз всем приятного просмотра и проведения времени всем пока пока